называются моревские сазаны у коли поклёк и пошло вот это так тузики друзья всем привет мы на канале флагман рыбалка и туризм меня зовут кучерявинка растислав и сегодня мы с вами поговорим о карфишинге привет друзья меня зовут николай солодовник и сегодня мы поговорим о флетфидерной рыбалке нет мы поговорим о карфишинге нет флетфидер будет нет карфишинг потому что это трофейная ловля флетфидер потому что это быстрые рыбалки у нас более дальнобойные снасти а у нас очень деликатные монтажи вот сейчас и проверим это все и мы находимся на арене марьевского водохранилища где сегодня пройдет жесточайшая заруба между классическим карфишингом и флетфидером хотели зарубу друзья получайте то ловит первую рыбу проигравший танцует а пока поехали я скажу несколько слов о моей прикормочной программы значит одна . у меня будет на основе растворимого пелеца и растворимых бойлов на основе специй а вторая . у меня будет на основе вареные конопли и зерен кукурузы в цс или также в зерна я добавлю витаминный комплекс из расчета 30 миллилитров на килограмм и немножко сыпучей прикормки слива она ярко такого пурпурного цвета дабы придать немного таких цветных красок в нашем слиме и это будет дополнительный привлекатель а пелицы бойлы я увлажню ликвидом на основе специй и помогу им преждевременно уже раствориться с помощью водички субтитры добавил субтитры добавил DimaTorzok субтитры добавил DimaTorzok ну а моя программа друзья сегодня будет состоять из двух видов пелеца это форелевый трехмиллиметровый и криль пять миллиметров также вареная конопля я брал небольшое количество еще тигрового ореха все это я буду заливать робин редом ликвидом две баночки на вот такое вот ветерка и добавлю немного консервированной кукурузы плюс со всего корма я сделаю пасту и и еще называют пюрешку кашку то есть это корм который залитый водой он быстро растворяется и дает быстрый пищевой сигнал особенно в холодное время года поэтому сейчас приступаем к замесу и гоу кормить и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Удары какие-то вообще... Паровоз такой знатный был... Это еще надолго... Не поднимается... Сейчас я матно почу... Что это, Коль? Вот вам, ребята, и карпишинг... Это беляш... Чего он такой круглый? Ой, ребята! Ребята! У нас первая рыба сезона! Классический карпишинг! Блин, пузатый! Огромный! Эх, Ростик этот... Везет ему на первых рыб! Придется гаппока танцевать! Давил карп вообще нереально! Я в шоке! Вот это эмоции! Красавчик! Мы еще даже не кормили, если честно! Просто забросили на стиках! Фух, жесть! Эмоции непередаваемые! Ну, поздравляю! Спасибо, Клюнь! Рука мокрая в рыбе! Первая рыба! Шестнадцать семьсот, да? Шестнадцать шестьсот! Фух, класс! Чистый вес рыбы шестнадцать шестьсот! Хороший первенец! Ждем продолжения! Ух, красота! Начало положено! Продолжи! Так, все! Рыбу не пугай! Рыбу не пугай! И все! Рыбу не пугай! Рыбу не пугай! Давай! Пошли! Замешивать корм и забрасывать снасть! Один из успешных факторов ловли карпа является нахождение перспективного места! То есть выбор точки ловли! Это мой самый любимый блок рыбалки! Поиск места ловли на дне! И мне в этом помогает мой друг, маркерное удилище и маркерный поплавок! Один из лайфхаков экономии времени на глядной ловли, это возить с собой в отдельном числе уже готовые маркерные удилища! И по приезду на водоем вам остается только лишь состыковать его и оно уже в полной боевой готовности! Все, что нам остается сделать, это забросить наш груз в наш свим и с помощью протягивания грузика находить то дно, которое мы посчитаем перспективным! То ли твердый участок, то ли какие-то переходы или возможно какие-то растительности либо корязь! И вот такими движениями, протяжкой! За счет того, что на катушке намотан шнур, он нерастяжимый и я получаю очень четкий контакт, понимаю, что сейчас дно такое более мягкое! Ну, пока так у меня ознакомительные протяжки, чтобы понимать! Я таких сделаю 2-3-4 луча, как мы их называем, и которые больше мне понравятся, я уже начну поднимать маркерный поплавок, чтобы определить глубину! Для этого мы откручиваем фрикцион и начинаем потихоньку сравнивать леску до нашей отметки на удилище! 30 сантиметров раз, 30 сантиметров два, 30 сантиметров три! В это время смотрю, когда поплавок всплывет! 30 сантиметров четыре! Вот глубина получается 1 метр 20 сантиметров! Вот наш поплавочек! С учетом того, что там еще есть отвод под поплавок, под груз, то в данном месте метр глубины! На расстоянии от берега 120 метров, глубина также 1,20 метра! То есть мы получили абсолютно ровный участок дна, без перепада каких-либо глубин! Поэтому необходимо, скорее всего, привязаться к структуре! Найти какая-то аномалия, изменения в характере дна! Друзья, пока Коля маркерится, я хочу вам рассказать, какими поводками и крючками я буду сегодня пользоваться! Поводочный материал, так как это карфишинг, обязательно 25 лб, чтобы при ударе в воду со стиком не случилось обрыва поводка! И крючки классические для карфишинга, это white cape 6-го и 4-го номер! В 4-й номер я связал поводок на колечке с длинным волосом для крупных насадок, может это будет в ночь 14-й пелец, либо бойл крупный! И для попапов 6-й крючок с коротким волосом на резиночке! Хочу рассказать вам, как я буду располагать свои удилища возле кормового пятна и какую дистанцию я буду кормить! Промаркерившись, мы узнали, что переход с глубокого ила на более твердый на 80-82 метрах, поэтому как раз этот участок мы выберем для нашего кормового пятна! То есть на спомбе я отобью дистанцию 80 метров, а левое удилище одно буду располагать по ветру с левой стороны кормового пятна буквально в нескольких метрах на той же дистанции 80-82 метра! Одно удилище я буду отправлять за кормовое пятно на 10 метров, на 15, то есть я буду все время играться! Это на случай осторожной крупной рыбы, которая будет издалека подходить на свим, но не заходить прямо в кормовое пятно! Поэтому сейчас отбиваю 80 метров и иду спомбить! Закорм будет производиться на плетеном шнуре. Шнур не имеет растяжения и при кормлении мы минимизируем погрешность. Не размазываем кормовой стол! Карпишинг грулит! Вторая рыба! Говорит, что в карпишинге рыба больше! Конечно! Флетфидеристы нам заслали ершей на точку! Еще посмотрим! Друзья! Очень важный момент! При ловле крупной рыбы никогда не оставляйте клипсы, потому что это сходы, это обрывы, потерянные удилища. Для этого есть обычный малярный скотч. Берем, отрезаем небольшой кусочек и просто клеим после того, как отбили дистанцию на леску. Аккуратно складываем его и приклеиваем. После этого срезаем часть, здесь нужно аккуратно, чтобы не повредить леску. И у нас остается вот такая вот метка, которую нужно прижать еще хорошо пальцами, тогда она не будет ездить. Проглаживаем, прижимаем и при забросе ориентируемся. Она хорошо, когда вылетает по кольцам, стучит, слышно. Поэтому после поимки рыбы можно сделать пустой заброс до этой метки, поставить клипсу и быстренько сделать уже заброс с вашей оснасткой. То есть надетым попапом и ПВА-стиком. И снять клипсу. То есть очень быстро и легко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и флэтфидер клюнул. Такая запоздалая баклевочка, но рыба очень тяжелая. Приятно, приятно. Еще в этом году тяжелых рыб не ловил. По метру отбираем у нее потихонечку, не форсируем. Не хочет, не хочет. Разворачивается, уходит от берега. Да, Ростик, тебе уже легко смотреть. Ты рыбу взял. Конечно, конечно, федерист. А мне, знаешь, как-то так сердечко постукивает. Немножко поддался. Я сменил угол наклона, видишь, вываживание. И не так более естественно вдоль дна плыть. Помогу флэтфидеристам, что они без помощи карпятника сделают. С такой крупной рыбой привыкли ловить этих кило-два. Ой, ой, мама. 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 Не хочет, не хочет. Да, тут есть в поголовье красноперок, которые выдают. Узелок, узелок в кольцах трется. Но он идет, я не могу его удержать. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Давай-давай, разворачивайся, дорогой. Развернись. Давай-давай-давай. Ух, ты смотри, как вода ушла. Да ты шо? Дружочек, мы тебя отпустим. Только порадуй нас и наших зрителей. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Внимание, сейчас будет всплывать махина. Хороший. Приподнимай. Марьевка мечты сбываются. Ух, я тебе скажу, что тут тоже поросеночек хороший. Ой, как приятно. Как приятен этот мир. Мелкую рыбу мы сегодня не собираемся ловить. На флетфидер тоже клюют большие рыбы. Но это не точно. Наша насадочка. Robin Red. На крючочке. Спустя 53 минуты после закорма, точки, быстрорастворимым пелецом, на основе Robin Red, у меня случилась поклевка. И вот эта прекрасная рыба, которая немножко заставила меня понервничать, так как такая большая рыба впервые в этом году у меня. Но все получилось и мы ее взяли. Марьевка. Флетфидер. Мечты сбываются. Пятнашка. Офигеть. Начало рыбалки. 14,720. Ну, на 2 кг меньше. Карфишинги, рыба крупней. Ох, красотка. Ой, хвост, хвост. Ой, красота. Поздравляем команду флетфидеристов. Ну что, поехали дальше. У нас впереди ночь. Поехали, поехали. Я думаю, будет весело. Все только начинается. Кстати, рыбалка у нас на одни сутки. Чтобы вы не подумали, что мы там на трое, на четверо выехали. Одни сутки у нас есть на рыбалку. Да, у нас осталось уже сколько? Часов 15. Ну да. Погнали. Совет от бывалых. После того, как вы поймали рыбу, необходимо на точку добросить корма 1-2 спомба. Вот наш пелец из бойлами растворимым, который мы разжижили с помощью воды и ликвида, чтобы его быстренько включить в работу, чтобы он начал пылить. Хорошенько его настояли. Предварительно мы этими кормили. И сейчас делаем докорм точку. И еще один. Ой, Ростик, Ростик. Вот так. Давай, 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 смотри. Слушай, это с под моего спомба, Ростик. Я ничего не могу сделать с ней. Слушай, пошел проход. Да, видишь, у тебя поехало. Но у меня, кстати, возле кормового пятна ближняя палка поехала. Все-таки очень сильная рыба, несмотря на то, что весна и вода холодная. Но здесь явно она за зиму отдохнула, поднабрала сил и теперь готова дать спортсменам, я не знаю, полную массу ощущений на соревнованиях. Кстати, я ошибся, рыба клюнула на палку за кормовым пятном. Сейчас смотри, что делает. Как плавала там на 100 метрах, так и плавает. Когда хотите развернуть рыбу, кстати, не нужно в противоход разворачивать удилище. Постарайтесь просто направлять его туда, куда идет рыба, и она будет разворачиваться. Я вам скажу, если так целый день половить таких рыб, то руки будут болеть не меньше, чем после спортзала. Смотри, просто прет куда-то. Я вообще не могу ее не развернуть, ничего не могу сделать. Когда мы опускаем удилище, мы тем самым прижимаем рыбу ко дну, и она ведет себя более спокойно. Тем более у нас участок мелководный, если удилище держать вертикально, рыба будет подниматься наверх и беситься сильнее. Поэтому на мелководных участках старайтесь делать боковое вываживание. Так, дорогу флетовым. Да ладно. Флетфендеристы потом по дорогу карпятникам. Когда-то у меня была забавная история, Коль. Кстати, на Марьевке на тридцатом секторе мы с ребятами приехали на тренировку перед соревнованиями. И они уехали в село за мясом. У меня случился триплет. Я один вываживал три карпа. В общем, когда третье удилище я взял, я уже видел бекинг на катушке. То есть он размотал его куда-то очень далеко. Но ничего, проблемы бывают такие, что рыба делает перехлёсты за соседние удилища. Уже форсировать начинаю чуть-чуть. Я помогаю Ростику. Поднял удилище, открыл дужку и пальчиком придерживаю леску. Чтобы не пережигло. И тем самым, когда есть натяжение, она потихоньку так вот подспускается. У нас уже шок-лидер. Можешь, пожалуйста, подхват взять? Сейчас, сейчас, сейчас. Среднестатистический марьевский тузик. Сейчас зрители думают, господи, таким бы тузиком каждому. О, как он тут узлов навязал. Обучался где-то. Очередная рыба у горфишеров. Не зачёт. Ну что, друзья, у нас вот такой вот краснопёрый сазанчик. Килограмм так семь, на скидку, может восемь. У меня поехало. Называются марьевские сазаны у Коли Поклюк. Это начинается Эльдорадо. Активный какой. Класс. Флетфидеристы наступают на хвост. Пошёл я стики делать и скорее перезабрасывать. Ростик, по-моему, твой незачёт ко мне приплыл и клюнул. Ростик припарковал незачёта и ко мне его отправил. Специально, чтобы статистику мне немножко подпортить. Слушай, ну это тоже боец. Спасибо, бойцы. Это боец, тяжёлая рыба. Сопротивляется, качает головой. Смотри, ты мне его не сбей там. Да, не-не-не, специально обычно. И как вот сработало до корм двух спомбов после рыбы? Мы тем самым обозначаем рыбе, куда подплывать. Те мутные активные частички привлекают рыбу. И она находит наши насадки. Кстати, для того, чтобы выделить флэтоснастку над ней на фоне нашей прикормки, я пользуюсь сегодня спреями из той же серии специй. То есть это у меня точка, чистые специи. Всё на Робин Рейде. Вот такой. Тузики начинают нас атаковать под вечер. Класс на закате. Паровозик. Погода супер. И наслаждение от вываживания. Лайфхак. Чтобы вот эта мотня вот так вот не телепалась, необходимо её собрать и протянуть вот так вот в петлю. И будет удобно подбирать рыбу. А рыба её сама уже выдавит. Тузики марьевские, я клюю. Вот это так тузики. Ха-ха-ха. Друзья, у нас очередной карп. На вафтерце кальмар-осьминог. Вот такой пузатый. Крепыш. Ха-ха-ха. Супер. Продолжаем нашу ловлю. Мы уже совсем обнаглели и называем таких карпов тузиками. Такую рыбу будем отпускать сразу, а взвешивать мы будем двадцаток. Вот и дошло дело до флет-фиддериста. И я хотел вам показать, какие монтажи я применяю на сегодняшней рыболовной сессии. В фидерных круах данная кормушка очень популярная, поскольку славится своими полётными характеристиками. Очень далеко летит, не виляет со стороны в сторону. За счёт вот этого объёма она вмещает в себя большую насадку. И хорошо на ней держится корм. Водоём Марьевка. По требованиям водоёма монтажи должны быть все на лидкоре. Поэтому я связал лидкор 60 сантиметров 25 либров. И теперь, собственно, ну уже он у меня готовый с двумя петлями. И, собственно, я его продеваю через флет-кормушку. В данной кормушке отверстия достаточно широкие. И здесь игла практически не нужна. Поэтому я так складываю плотненько и пропускаю сквозь тело. Сейчас не такими нехитрыми манипуляциями быстро соберу монтаж. Вот. Так, значит, с этой стороны у нас будет обязательно скользящий монтаж. Никаких глухих не должно быть. Поэтому я ставлю дополнительно вот такой вот буфер резиновый. Значит, как я его монтирую? Я одеваю его на иголочку. На иглу. И потом стягиваю на наш лидкор. Вот таким вот образом. Беру вертлюг-быстросъемник номер 4. И одеваю также его на лидкор методом петля в петлю. Продеваем сначала вертлюжок и потом выводим его в данную петелечку. Так. И что здесь получается? Так вот затягиваем. Все есть. Вертлюг загоняем в буфер. И потом это все подтягиваем к нашей флет-кормушечке. Вот, собственно, наш монтаж готов. Осталось его присоединить петля в петлю к нашей основной леске. Крючок. Я использую шестого номера. Можно было меньше, но рыба достаточно крупная. Я не хочу, чтобы были сходы. Поэтому крючок номер 6. Насадочка у меня в авторс. Это нейтральной плавучести. Поводочный материал применен 15-ти либровый. Очень мягкого поводочного материала с обозначением софт. Собственно, монтаж мы наш отправили в воду. И следом несколько кормушек сделаем до корма. Дабы показать рыбке, куда приплыть. Мы только с Рустиком закончили ночное прикармливание. Отошли к палаткам, чтобы переодеться и приготовить там сектор. Как случился паровоз. Можно сказать, поклевка спацпомба. Буквально прошло там 2-3 минутки. Слушай, ну как для весны, так рыбка уже дает серьезное сопротивление, упор. То в один край сектора побежал. Теперь в другой край сектора побежал. Спортивная рыба. Как говорится, каким питанием корпен такие рыбы. Высокопротеиновые. Куром подлески. Куром подлески. Куром подлески. Слушай, ну нельзя отходить из шутки. Ой-ой-ой. Коля, а у тебя это что-то. Смотри. Просто, пожалуйста, подсекай, подсекай. Она уехала, уехала. Дуплет. Слушай, мы там надо чайник оставили. Есть? Да. Вечерний дуплет. Вот и так за корм работает. Две палки уехал. Синхронное вываживание. Дуплетик. Это где переместил на точку, да, на дальнюю? Нет. А. Вот эта палка клюнулась с точки, где мы кормили зерном. Она целый день молчала, и вот под вечер зерновая точка сработала. И три рыбы было поймано с точки на пылящей программе. Так, Коля, ты сверху. Или... Да. Мне надо туда открыть. Ух ты. Давай, давай, давай. Поднимай, поднимай. Хух. Капец. На вываживание крючок выпал, но рыба уже была над подсаком, поэтому мы ее взяли. Вот такая бойкая рыба, которая любит зерновые кукурузки и коноплю. Так, отпускаем ее быстро и помогаем ростику. Есть. Дуплет реализован. Второй тузик с дуплета, который у Коли клюнул сразу на два удилища. Они примерно одинаковые. Проходила, видимо, стайка и парочка не удержалась и соблазнилась нашими оснастками и насадками. и подсижу спрятался. Всех приглашаю на Чайковский. Добрый вечер. Здрасте. Мы снова в эфире. И у нас очередной дуплет. Друзья, ну, судя по всему, ночь у нас будет без сона. Потому что у Коли в течение, наверное, минут 15 уже третья поклевка. У меня сейчас во время уваживания Коля на вас случилась четвертая. Четвертая, да. То есть, ну, пока у нас 6-4, грубо говоря. Флет включился, но рыба крупнее у нас. Друзья, какая красивая рыба на Флет. Смотрите. Просто шикарный зеркальный карп. Попробуем его взять. Опа. Он сам нырнул туда. Шикарная рыба. Просто красивейшая. Друзья, у нас дуплет. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Мы еще не знаем, у кого какая рыба. Скажите, кто больше поймал. Ростик или я? Ваш комментарий. И поехали. Прогонистый. Зеркальный. Давай, раз, два, три. Вот они, наши рыбы. Дуплет реализованный. Дуплеты. Дуплеты. Зеркалочка и красивый чешучатый карп. Красавцы. Начало ночи. Мы уже, я не знаю, я уже слегка устал, Кольт. Ты вообще как? Да эти машины нам так дают. Ну что, друзья, самое время поговорить о стикмиксе, который сегодня я использую. Он состоит из дробленого карпового пелеца, двухмиллиметрового пелеца Холибуд и крушенного бойла Робин Ред. Также это все залито одноименным ликвидом Робин Ред. Очень быстро вязать. Зажимаете между двух пальцев, делаете треугольник, забрасываете, поджимаете узел и затягиваете. Стик готов. Точно так же потом обратно. Слушай, ну у тебя мастерски все получается. Так уже рука набита. И вот такие стики. Если дистанции большие, тогда делаем их в два раза меньше. Я использую маленькую сетку, мне нравится презентация с поп-апом. Когда используешь толстую сетку, там 25 миллиметров, получается, что поп-ап у тебя закрывает полностью кормом. А когда тоненькая сеточка, он растворяется и как бы уже идеальная презентация, крючок нажали и корм вокруг. То есть для поклевки этого достаточно. Конечно. Просто выделить насадку и все. Ты чем сегодня ловишь, Коля? Ну у нас, у нас, флет федеристов, все намного проще. Мы играем в пасочки. Поэтому сегодняшний мой корм состоит из аминокомплекса. Это такой рыбно-цитрусовый запах. Также я добавил аминокомплекса жидкого. Это витаминный комплекс. Ну и собственно, наша смесь. Я же, как раньше сказал, играем в пасочки. Пресс-форма. Заложили нашу насадку. Засыпали методной смесью. Прижали из пресс-формы. Вытащили это все дело. Вот как выглядит идеальная презентация во флет фидере. Ну да, во флет фидере все быстрее происходит, конечно. Ну и также вот этим аминокомплексом я сдабриваю. Смотри, Ростик. Просто беру и несколько капелек капаю вокруг своего ролика. Да, я тоже аминокомплекс использую. Просто на ПВА сетку наношу, на стик сверху. Я считаю, что по такой еще холодной воде, а вода приблизительно 12-14 градусов, прикормка и насадка должна быть с резким запахом. Именно весной при карповой ловле я не боюсь высокоаттрактивных спреев вокруг насадки. Это не означает, что должна быть вся прикормка. Это означает, что должно быть возле насадки аттракция сильная, чтобы рыба туда тянулась. Мы надеемся, что рыбы приплывут большие к нам. И мы их поймаем. Надеетесь, они приплывут к нам. Поэтому, друзья, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. Дежавю. Паровоз, паровоз. Второй дуплет. Слушай, я только сказал дежавю. Только мы ставим с тобой чайник попить чайку, у нас происходят дуплеты. Опять стучка зерновато. Так, смотри, что творится. Вау. А как вода парит. Остановить не могу. Остановить не могу. Махар. Ооо. 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 Взял. Он кабан. Большой. Даааа. Ребятки. Ой-ой-ой, какая спина шелестая. Вау. Да шо ж такое. Фух. Очень сильная рыба оказалась. Тогда повозил тебя. Блин. капец, я думал там конечно монстр друзья у нас очередной ночной дуплет на флетфидер у Коли, 16 килограммовый карп, подбираются флетфидеристы к нам по крупной рыбе потихоньку но 16500 еще не перебил вообще супер, эмоции конечно от мариевского водохранилища что ли, после мысленно отведает в доброе утро уважаемые рыболовы у нас назрел вкуснейший завтрак поджаренный бекончик я и шинка ну а тем временем у нас случилась поклевка и растислав пошел вытягивает своего первого утрешнего карпа пока у нас флот федеристы на кухне у карпишеров случилась поклевка я не могу до сих пор толком сдвинуть рыбу с точки тяжелая рыба я думаю крупная друзья хотел я вам рассказать каким комплектом удилища сегодня пользуюсь кстати используя топ линейку нашей фирмы это рэм xd в данном случае тяну рыбу на удилище 13 футов тестом 3 5 оз это более жесткий бланк их два вида 3 5 оз и 3 5 лб то есть от 3 до 5 унций и 3 с половиной либра тестом удилища сделаны конечно для сверх дальних дистанций но я уже ними пользуюсь второй сезон и получаю удовольствие как от ловли крупных рыб так и стандартных скажем так пятерочек и установлены на них катушки рондель 10 тысяч ки также второй сезон уже у меня служат верой и правдой в разных ситуациях были много соревнований прошли никаких нареканий на них нет можно сказать продолжаем издеваться над ними 2 2 пошла под леской возможно хорошая рыба такими покачиваниями давит давит туда-сюда ходит федеристы народ очень хороший они всегда помогают они добрые культу мне кажется что она это она она потому что ведет себя характерно как крупная рыба нет жестких таких рывков она просто вправо-влево плавает куда хочет фантазер сейчас как вывернется здесь фантазер на 20 . пацаны пальчики поставьте чтобы 20 . было в камыш прет не надо в камыш поднимайся погоди ты сильно рано его поднимаешь по моему он пацаны друзья это 20 карпиши хороо это да сколько вот это рыба это сила по трофейной рыбе я такой рыбы еще не видел ростик ну ты конечно дал хорошее утро друзья доброе утро настоящее доброе утро и такое впечатление что мы находимся не на маревке а на каком-нибудь шумбаре потому что удалось поймать тихо 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 у нас следующая поклевка коль пожалуйста вот он этот монстр я не знаю тут больше 20 килограмм по ощущениям вот это рыбалочка у меня эмоции просто переполняет карфишинг это трофейная ловля мат мы отторировали минус 2 килограмма точнее сумку по центру по центру по центру чистый вес рыбы 20 килограмм 320 грамм супер за 20 . ну что друзья будем отпускать эту красивую рыбу которая подарила незабываемые эмоции медленно так судмарина и пошла ну а мы продолжаем рыболовную кухоньку ростик потерял много сил пока тянул свою двадцатку мы сейчас сами покушаем и покормим еще рыбку да куль обязательно обязательно вот и на флет фидер поклевка если не качеством так количеством возьмем ну рыбка тяжелая короткий ну все равно очень приятная тяжелая рыбка он почти всю леску вымотал вот это отошел ненадолго флет фидер флет фидер зерновая . но по моей прикормочной тактике зерно дает весной ранней меньше рыбы но дает все таки растворимые пелицы бойлы больше рыбы дали это тяжелая тяжелая кстати о моем комплекте удилища для такого типа водоемов где необходимо далеко забрасывать и работать с крупной рыбой я всегда выбираю мощные камлевые удилища с запасом прочности с креплением колец на трех лапках никаких деликатных снастей в данном случае у меня удилища флэпер метод фидер 14 футовый до 180 грамм леска 025 катушка также флэпер 6 500 но если по шимане это ближе к 14 тысячной удилище специально опустил горизонтально к воде чтобы рыба шла параллельно дна и не задирал ее вверх поскольку у меня здесь мелководный участок здесь метр тридцать глубина поэтому при таком стиле вываживания нам не так сильно сопротивляется сейчас рыба тяжелая все прелести монтажа in line то есть коля вываживает рыбу а кормушка у нас уехала по основной леске очень далеко за счет этого если не дай бог случится обрыв то рыба спокойно освободится от оснастки вот видите грузик уехал воду есть вот еще одна двенадцать тринадцать нём есть хорошая чешуйка флэперисты нас количеством берут за берем количеством это клюнул на зерне друзья хочу вам рассказать о своем монтаже у меня там происходит поклевка сзади ну ничего страшного это скользяк то есть он состоит из литкора 45 лб потому что грузики мы используем тяжелые в данном случае 125 грамм отбойника и в отбойнике спрятан вертлюх с большим кольцом и быстросъемником такой монтаж является очень чувствительным и самое главное очень безопасным для рыбы поводок цепляется и переключаемся на поклевку вот так вот клюют монстры на марьевке нужно очень много кормить чтобы удерживать рыбу хоть и плотность большая но рыба без корма не реагирует поисковой системой но очень проигрывает тактика по сравнению с кормлением с места не сдвигается ребят у нас очередной монстр который подарил нам массу удовольствия за это мы и любим трофейную рыбалку фотографируемся и отпускаем в родной стихии супер карп у меня клюнула очень крупная рыба за нашу сессию я таких не ловил я еле сдвинул с места и сейчас очень медленно отбираю нее сантиметры лески она перед перемещается то вправо то влево медленно очень такими вальяжными движениями вот и на флэтфейдер клюнула крупная рыба не вместился смотрите друзья какой он ширины такая у него толстая спина вот еще одна 15 килограммовая рыба на флэт фидер красавчик уважаемые друзья у нас паровоз вот та новинка от компании карпро которые вы так долго ждете это в авторс и которые классно себе зарекомендовали в прошлом году сейчас их нет продажи они появятся вот-вот скоро с мая месяца во всех магазинах на данной рыболовной сессии я работал как вы помните с . на основе специй я использовал в авторс в авторс специи таком вот красном цвете его размер 8 на 12 данный вид бойлика очень хорошо подходит со всеми флэт кормушками собственно отработал на ура нашу рыбалку вы видели поэтому тест пройдет марьевскими рыбами уважаемые друзья это была невероятная рыбалка двух дисциплин флэт фидера и карпфишинга на водоеме марьевка у нас победила дружба так как количеством рыбы нас взял флэт фидер а мы берем качеством рыбы карпфишинг это трофейная ловля я надеюсь вы для себя подчеркнули полезную информацию и вам был интересен наш фильм подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до скорых встреч с вами был тандем солодовник и кучерявенко